Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы обсуждаем пятилетие зала КАЦ, день рождения. И в гостях у нас Владимир Григорьевич Миллер, руководитель службы развития Новосибирской филармонии. Ну и просто очень много у вас должностей, все не будем перечислять. Здравствуйте! Ну и поговорим мы сегодня... Доброе утро! Доброе утро, да. Как всегда, я забываю, что вы хотите пострадаваться с нашими телезрителями. Владимир Григорьевич, пятилетие... Зала? Да. Да. Расскажите, что планируется в честь такого праздника? Концерт будет, во-первых, да? Ну, это концерт. Концерт потом. Да. Давайте немножко про историю, наверное, поговорим. Ну, давайте начнём с историей. Потому что принципиально концерт посвящен этой... Первой круглой. Круглой, да. Первой. Вот, когда-то там люди недавно-недавно, то и пять лет это большое событие, большой праздник. Я могу сказать, что вот лично для меня и для многих жителей города, которые, ну, скажем так, постоянно ходили в филармонию, и особо поклонники симфонического оркестра, появление современного, настоящего концертного зала, это событие номер один. Без всяческого там чего-то и так далее. Люди, которые, казалось бы, не касаются нашей жизни, вот, филармонической, ну, условно говоря, вот иду вчера, тут ничего не было, а сегодня концертный зал. Обычное явление, да, как новый завод там или что-то ещё, по производству молока и так далее. Ну, это жизнь, так и бывает. А вот кто этим близко касался, занимался, боролся, побеждал, проигрывал и так далее, это что-то невероятное. Я могу сказать, что главный, конечно, человек в этой всей истории, это, безусловно, наш лидер Арнольд Михайлович Кац. И с первых дней вот одно из его главных, так сказать, направлений, он говорил, нашему оркестру нужен концертный зал, где мы только за это время не работали, где мы только не сидели, как говорится, как жили артисты, музыканты, это всё история, не будем об этом, но идея, задача построить современный зал была всегда. Я пришёл в 87-м году в филармонию в качестве директора, и при первом встрече с маэстро, который был в командировке, на гастролях, вернулся. А я, честно, я очень трепетал, потому что Кац – это фигура, это что-то грозное оружие. Я очень боялся, что инженер завода Чкалова, такой скромный мальчишка, который слова филармонии достаточно, приблизительно понимает, так сложилась жизнь. И для меня была опасность, как Кац себя поведёт с каким-то инженером. Надо дать должное, он очень хорошо, ну, так нормально понимал ситуацию и так далее. Более того, я открою секрет, когда-то он, я ещё был на заводе, ничего не знал, то есть директором до Качкалова я был, и, оказывается, маэстро Кац был на приёме у директора завода, придумал какую-то мульку для того, чтобы что-то попросить у завода и так далее. А сам из подваль интересовался, кто такой Миллер. Что там директор завода там? Ну да, вот честно говорю, мне потом директор сказал. Вот приходил вот дирижёр, что-то про тебя интересуется и так далее. Никто же не знал, что вот я один из кандидатов, который рассматривался на должность директора. А он, узнав об этом, пришёл на завод, ведь и придумал такую ситуацию, интересовался. Ну, потому что директора приходят и уходят, а Кацы остаётся. И вообще все, вот у меня такая версия была в своё время на выборах отчеренного губернатора, я сказал, губернаторы приходят и уходят, а Моцарты и Кацы остаются. Остаются великие люди. А мы все, так сказать, ну, вы-то нет, вы великие, а мы-то все нормально. Я вот и хотел уже оскорбиться. Вот этот человек, с первой встречи мы с ним просто вот, ну, я просто вошёл в это русло требований, просьбы, борьбы за то, чтобы у нас появился концертный зал. Вы можете себе представить, сколько мы вместе, не только мы, я и он, но много людей, которые поддерживали эту идею, боролись за это и так далее. Я, например, как-то помню, побывав в Красноярске, в Красноярске появился, ну, по тем временам очень хороший концертный зал. И вообще у нас у всех соседей в Омске, в Барнауле, в Томске были концертные залы, целевые, специальные. Лучше, хуже, неважно, но это были целевые залы. По тем временам это было, а у нас не было. При всём том, что у нас была такая очень серьёзная творческая база, я имею в виду симфонический оркестр, просто лучший. Ну, и сейчас продолжаю таким быть, но по тем временам, да. Я даже помню, приехал и написал где-то там в Советской Сибири какую-то статью о том, что вот там во всех городах и так далее, а у нас вот нет. Ну, то есть это одно из звеньев той цепи, которой мы занимались в зале. И был такой Анатолий Иванович Жучков, зам по идеологии, обкома партии, да, который меня встретил и сказал, ну что ты нас достал, ну что ты. Зато мы построили три академии и так далее. А вы со своим залом, ну что вы там и так далее не даёте покоя. Вот как-то вот так примерно. А я вот так про себя подумал, ну хорошо, три академии, может это и надо. И так далее, только, ну, чё тут три академии-то мы построили? А зал, а оркестр, а люди, которые приходят? Ну, вот всякое-всякое было смешное и забавное. Причём, я говорю ещё раз, великий человек, КАЦ, очень непростой, очень сложный, с таким жёстким характером. И какой-то период времени, когда я уже директорствовал, я у тех же органов партийных, от которых зависит, стать ему народным артистом Советского Союза или не стать. То есть ходатайство, поддержка и так далее, ну, нельзя по-другому. А я пытаюсь это всё решить, то есть для того, чтобы дать им новый статус, ну, замечательный музыкант. А мне говорят, рано ещё, он себя плохо ведёт, как-то вот так примерно, представляешь? А он просто очень прямой, откровенный, и в определённом состоянии он может очень чётко послать определённому адресу, независимо кого бы то ни было. И вот этим партийным органам доставалось. Ну, и многим доставалось. И мне доставалось, я честно могу сказать. Причём у нас бывали разные ситуации, они абсолютно не какие-то там такие нехорошие. Мы вечером можем даже по телефону поговорить, поругаться. Ну, я его всегда называю на «вы», это великий человек для меня. Он даже в какой-то степени был заменой моего отца, который ушёл уже из жизни. Я всегда приходил к нему посоветоваться и так далее. И вот мы поругаемся утром, как ни в чём не бывало. То есть это вот характер такой. Или вот он мне пришёл как-то и говорит, у тебя кассир пьяный, женщина. Я говорю, а мне нужно было только увидеть своими глазами, я всё увидел, всё, заявление там, не заявление, там, приказ о воле. Вечером звонит и говорит, ну, вы знаете, Владимир Горьевич, ну, давайте её вставим. И так далее. Вот у неё и тот, я говорю, нет, железно. Я сказал, и часто я, например, горжусь тем, что Кац мне сказал однажды, ну, вы, Владимир Горьевич, вы ещё упрямее меня. Отклянусь. Это похвала. Как вы сказали, что, коль я чего решил, то выпей обязательно. И вот этот человек, это всё его заслуга. Прежде всего его, и людей, которые эти пандеры. Когда мы открывали зал, вот я могу точно, меня очень покоробила позиция губернатора того времени, Василия Алексеевича Юрченко, который благодарил строителей, нормально строителей, нужно сказать спасибо, естественно, ни слова не сказав о том, чья это заслуга. Он как-то выдал это, что это всё, вот он пришёл, и достроил. Хотя началось строительство чуточку раньше, и вообще история чуточку раньше, потому что, когда начались эти проблемы перестройки всякой нашей, я имею в виду реальные перестройки, когда путь, так далее, вот, нам сначала выдали в зал, часть зала, нет, сначала мы вошли в зал после путьа целиком, дом политического просвещения, если вы что-то знаете об этом, помните, дом политического просвещения. И вот мы вошли туда, заняли весь дом, потом нас половину отобрали, и только зала ставили, там старая часть будем говорить. Мы уже там продолжали биться за то, чтобы целиком нам отдали, филармония огромная, большая, а там уже бизнесмены, в общем, это другая история. Но мы работали в этом зале. В зале очень плохая кустика, ну, она терпимая по нашему, так сказать, по тому времени, потому что другого варианта не было. Но, представляете, зал, который предназначен для того, чтобы слушать речи, а у него в потолке дырявый потолок специально сделан такой, куда уходили, там, звук уходил, да, и стены поглощающие. Это только для речей. Ну, там же политическое просвещение, там, ну, что там происходит, понимаете, микрофон и все. И вот мы пытались и варианты делали всякие, так далее, чтобы как-то отремонтировать. Затыкали дырки. Ну, я могу сказать, что самая лучшая акустика, однажды я поднялся туда наверх, и там над сценой находился, и звук туда весь ушел. Вот что-то, и ты в этом звуке, то есть как в настоящем звуке плывешь, это что-то невероятное. Ну, то есть мы в таких условиях работали. До этого мы были, все снимали, арендовали, концертный зал оперного театра в целом, филармония много лет, и я там был во время моего директорства. И мы там работали, мы проводили концерты в этом концертном зале, иногда снимали для каких-то звезд большой зал оперного театра. Все это было, и вот к нам было такое отношение, вот тут живить и хватит. Потом оперный театр стал делать свою электрику, ремонт большой, и нас оттуда убрали. Причем концертный зал мы трижды реконструировали, ну, под наши нужды как-то, не меняя ничего, там, памятник, но принципиально трижды реконструировали. Из-за звука, скорее всего, да? Из-за количества мест, из-за неудобства, из-за звука, много чего было и прочее. Потом нас оттуда... Ну, а как же все-таки государственный концертный зал КАЦА появился, мы узнаем после небольшого информационного блока. А мы продолжаем беседовать с нашим гостем, и мы говорим про то, как появился зал КАЦА. Да, Владимир Григорьевич, рассказывайте дальше. Ну, история забавная, интересная, я уже говорил об этом, да. Я думаю, что нужно что отметить. Дело в том, что одним из моих моментов, сыгравших на то, чтобы я ушел из кресла директора филармонии на должность руководителя сферы культуры, начальника уровня культуры по тем временам, как раз было то, что, во-первых, все стало привычно, знакомо, 13 лет я был директором, а потом я перешел на это кресло, меня пригласил Виктор Александрович Толоконский. И одна из идей, или поддержку, почему я туда перешел, то, что, в принципе, я думал, что я сделаю какие-то другие, более весомые вещи, и в том числе буду способствоваться стремиться к тому, чтобы у нас появился новый концертный зал. Я могу сказать, что не то, что не хвастаясь, или там чего-то, не умаляя никаких других достижений и так далее, но первый зал мы отремонтировали в 2003 году, у нас появился камерный концертный зал, так называемый Дум Ленина, потому что он 18 лет стоял в разрушенном состоянии, и там базировалась филармония, там держалось свои имущества и прочее. Потом нас выселяли в другое место, в третье, только для того, чтобы начинать делать ремонт, и все, и кое-как двигалось. Даже, вернемся немножко к этой теме поподробнее, даже однажды по письму старых большевичек, доклянусь дословно, обком партии принял решение филармонии из Дума Ленина убрать. Убрать, потому что бабушки написали, что филармония – это какие-то волосатики музыканты. А мы привозили разного, филармония была монополистом, так сказать, и мы привезли разных музыкантов, и рок-музыка, и так далее, но все профессиональное и прочее. Они не знали, что у нас есть симфонический оркестр, камерный, хор там и другое, что мы делали в то время. А вот они заметили каких-то волосатиков. И обком партии принял решение выгнать нас из филармонии. И тут, слава богу, партию закрыли. Ну, когда нас приняло решение, то было распоряжение или постановление область полкома, подписано боком Владимиром Анатольевичем, построить в филармонии новый концертный зал. Представляете, это было, ну, когда, 90-е годы, конечно, когда вот нас пытались выселить и прочее. Тут времена, вернее, нас совсем пока закрыли партию, это все стало уже нереально, и мы пошли в дом политпросвещения. Но это было, вот, 90-е годы то же самое, и вот на этом месте потом был построен зал. Но, все раз говорю, продолжая историю, я старался сделать все для того, чтобы в любую программу, которую мы сочиняли, а у нас каждый год управление культуры, департамент культуры, министерство, ну, каждые 4 года делают программу развития культуры. И каждый год с первого дня мы вставляли строчку, там, где ремонтно-строительные вопросы, да, постройка нового концертного зала. Вот это вот я пытался все это сделать и прочее. И могу сказать, что, в принципе, это все двигалось, двигалось, сначала камерный зал появился, а потом мы уже дотянулись руки до вот большого зала. Причем я могу сказать, что каждый год программы урезались, там не хватало денег и прочее. И первая урезалась вот эта вот строчка, где большой зал, потому что там больших денег стоят. Ну, понятно, да. И один из тех, кто урезал эту строчку, был Василий Алексеевич Ёбченко, первый зам, губернатор. Он финансами командовал. И он, 6-8 лет он был замом, да, и каждый год он практически урезал. Наконец, в 2008 году все началось, принято решение, программа заработала. Вот эта строчка, вернее, да, окончательно принято решение. Это при Толоконском. И сломали дом Политроса, сломали. Успели сломать, и наступил 2008 год, кризис, если вы помните опять. И все опять остановилось, денег не стало и так далее. До 2008 года, даже до конца, там, до октября 2008 года нас просто ругали, что мы не используем все деньги, запланированные которые. А с октября сказали, молодцы, что вы их не потратите. Теперь их и не получат никогда, да. Ну, было много вопросов, а почему мы могли потерпеть, мы бы еще в этом зале играли, зачем сломали. Ну, многие люди, я в том числе говорил, если бы мы не успели сломать дом Политроса, возможно, зал бы так и не построили. Ну, тем не менее, в 2008 году сломали, потом подождали, сколько, и началось дальше. И вот мы его все-таки построили. Это уже Василий Алексеевич уже привешивает себе медаль на грудь, что он построил зал. Строил зал наш, вот, живущий новосибирский народ. Строил, ну, скажем так, добиваясь, поддерживая, поддерживая КАЦ, поддерживая филармонию, что нужен нам зал, потому что мы имеем, обладая таким потенциалом, а мы к этому времени уже, ну, просто одна из самых крупнейших организаций филармонических в России. И мы уже задыхаемся, то, что у нас нет залов, ничего и так далее. И вот это все срослось, и появился зал. Я говорю еще раз, его строил не Юрченко, не даже строители как таковые, а, ну, как там, фигурально выражаясь, строили все люди, живущие в Новосибирске, любящие музыку, ходящие на концерты и так далее. И сколько звезд работало с нашим симфоническим оркестром. И, конечно, все поддерживали, как могли, потому что была идея давно-давно построить наш новый современный концертный зал. Ну, и вот таким образом все произошло. Невзирая и так далее, ну, случилось. За пять лет уже что такого произошло, кто был, какие выступления? Ну, за пять лет, что изменилось, изменилось все условия работы. Например, мы в последний период времени до этого зала оркестр работал в ДКЖ. И в ДКЖ с акустикой совсем тоже не очень хорошо, но по тем, каким-то временам раньше, ну, терпимо, жили-жили. Репетировали в строителе, то есть там акустика получше. И главный дирижер Ринкевич изговорил, ну, я больше не вытерплю работать в ДКЖ. В Академгородке, в Доме ученых, где у нас вторая площадка, там акустика лучше. Вот в ДКЖ плохо, в Доме ученых хорошо, когда появился концертный зал, многие говорят, ну, как можно работать в Доме ученых? В всем мире относительно, понимаете? Ну, да, да. Ну, то есть появился зал, появился зал прекрасный, современный. Я могу сказать, что там, ну, придираться ко всему можно. Были моменты, когда что-то мы доделали по акустике. Всегда так бывает. Есть расчеты, есть компания, которая там рассчитывала что-то. Были какие-то нюансы. Что-то доработали, подвесили еще щиты дополнительные. То есть какая-то ситуация идет. С акустикой, я думаю, все в порядке, хорошо. Комфортность, там, ну, все, все. Вопрос же сегодня для любого концертного зала. Это не то, что как он красиво выглядит, хотя споры по архитектуре были очень сложные, там, непростые и так далее. Главное, на мой взгляд, это технологии. Технологии работы коллективом, которые там, технологии зрителям, которые приходят. Удобно, нормально. Или еще что-то. Я просто, зная вокруг, здесь все как везде происходит, я могу сказать, что мы сегодня просто гордимся нашим современным концертным залом, который сделан, ну, соответствует сегодняшнему дню 100%. Или, наверное, какую-то перспективу вперед. Ну, в общем-то... А что, вы говорите, произошло за пять лет? Ну, во-первых, сказать, что нам там кто-то хлынул, кто не мог приехать раньше, все относительно. Другое дело, что люди приезжают теперь с большей уверенностью в том, что в комфортных условиях работают. Как мы принимаем, размещаем, кормим, поим, это более-менее всегда, сибирское гостеприимство, понимаете, да. А главное, артист приезжает играть в условиях с прекрасными коллективами, которые у нас есть, в прекрасном концертном зале, с хорошей акустикой, с какими-то там другими технологическими моментами. Вот это самое главное. Конечно, у нас, кто только не был, мы уже пять лет проводили, проводим фестиваль, пять лет уже прошло, Транссибирский фестиваль, где худруком является Вадик Репин. И Вадик, фигура мирового масштаба, не очень много... Пардон, слово Вадик, Вадим. Вадим? Вадим, да. Он сегодня, ну, известный из мирового уровня, скрипач. У него много коллег, друзей, где он по всему миру работает, кого знает. И он приглашает, как худрук, сюда всех музыкантов. И поэтому фестиваль Транссибирский для нас сегодня, ну, просто серьезное событие. Огромное количество музыкантов мирового уровня тоже приезжает. Хотя у нас все процессии постоянно идут и приезжают. Я, как бывший директор филаронии, могу смело сказать, не самое главное разовое какое-то вкрапление каких-то великих людей и так далее. Главное, чтобы была стабильная работа, чтобы можно было в любой момент жителям города прийти, послушать, увидеть, ну, и так далее. Ну что ж, друзья, поздравляем Государственный концертный зал имени Кацца с пятилетием, ну, круглой. Филармонию давайте поздравляем. Филармонию. Давайте филармонию поздравляем. Ну и 11 сентября, конечно, будет концерт, тоже всех приглашаем. Напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Григорьевич Миллер, руководитель службы развития Новосибирской филармонии. Спасибо вам. Спасибо. Приходите.